Почему, по вашему мнению, нельзя допускать декриминализацию побоев? Я считаю, что декриминализация побоев не должна допускаться, так как жертв нет никакого механизма защиты, а те, кто совершают данные действия, отделаются всего лишь штрафом, который ложится на бюджет семьи. У жертв нет достаточной защиты, а правонарушители будут получать лишь штраф, который будет выплачиваться из семейного бюджета. Декриминализация насилия в семье будет способствовать увеличению насильственных преступлений не только в семье, но и всех видов насилия, которые существуют. Это развяжет руки и людям, которые привыкли решать свои проблемы насильственными методами, которые не умеют общаться, не умеют разговаривать, не умеют уважать других людей. Сейчас мы развязываем им руки, и мы провоцируем то, что вокруг будет атмосфера насилия. Декриминализация приводит к росту насилия, как семейного, так и вообще. Тот соус, под которым закон подан, еще больше легитимизирует насилие в головах насильников. Помимо уголовных проблем именно с законом, легитимизация насилия в сознании. Легитимизация насилия в сознании граждан. Спасибо. Как я считаю, что принятие такого закона ухудшает в сознании наших граждан отношение, в принципе, к защите детства, к ювенальной юстиции. И так это страшилка. А так, на фоне этого страха, дети еще меньше защищены, и женщины еще меньше защищены. Принятие данного закона способствует тому, что становится намного хуже отношение к ювенальной юстиции, и дети чувствуют себя еще менее защищенным. А мы не считаем, да? Закон о декриминализации насилия нарушает в первую статью, которая говорит о том, что достоинство личности охраняется в государстве, и ничто не может служить основанием для его умоления. Закон... Представьте, пожалуйста. Кира Мачнева. Просто... Кира, гражданская активистка, считает, что закон о декриминализации противоречит Конституции, так как Конституция предусматривает недопущение умоления человеческого достоинства. Спасибо вам. Молодые люди. Я не готовился. Хорошо. То есть у вас не бьют? Нет, в детстве убили, это было плохо. Больше 50 тысяч детей убегают из дома ежегодно, спасаясь от домашнего насилия, поскольку не могут найти защиты ни в семье, ни среди других. В прессе закон, против которого мы протестуем, проходил под названием закона о шлепках. И ведь как просто подумать? Ведь шлепок, что это такое? Простая мера воспитания. Ведь так считает каждый третий опрошенный гражданин России. Меня били, вас били, и мы будем бить. Почему бы нет? Но на самом деле у побоев есть гораздо более серьезные последствия. Не считая физических проблем, которые могут произойти из-за того, что родители ударят слишком сильно, дети испытывают проблемы психологические, психосоматические и психиатрические. Дети чувствуют постоянную вину. Им кажется, что в том, что ссорятся родители, в том, что отец бьет мать, в том, что мать бьет их. Они виноваты сами. Из-за этого они пытаются найти всевозможные способы, чтобы этого избежать. Причиной домашнего насилия всегда является власть и контроль. И это основная проблема. Насилие не зависит от того, как ведут себя потерпевшие. Потому что только агрессор принимает решение, бить или не бить. И только агрессор сможет остановиться или не остановиться никогда. Я думаю, это как раз то, что не понимали в том числе и депутаты Государственной Думы, когда они голосовали за этот проект. Потому что они фактически развязали руки таким агрессорам. Суть в их действиях это власть и контроль. Что на сегодняшний день, наверное, очень вкладывается в повестку дня. И может быть поэтому этот проект был принят так быстро. Потому что власть и контроль на всех уровнях, начиная от семьи, общества и заканчивая государством, сегодня, ну скажем так, пропагандируются идеологически, в том числе и государством. Я думаю, в этом была одной из причин принятия этого проекта. Конечно, может быть, кто-то просто и не задумывался над тем, что подписывал. Но суть все-таки была той. Потому что я не верю, что эти люди не понимают, что происходит.